здравствуйте 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 сегодня наш 6 июня 2016 года канала подготовка программ плохие новости и числа мальц со мной в студии валерий сергей и дождем пришел до новой исторической эпохи осталось 516 дней вещаем из саратова с волги из россии вещаем в записи на первые а то так вот конспирологические теории все время такие что мы там все время в запись первые увеличения записи и поэтому для меня это очень сложно вот у нас сразу и звук не пошел учет как сейчас все нормально так вот посмотрел для рекламу хороших шелдерс там слоган классный россия должна расстаться с первым должен быть на любых выбором любых выборах первки безусловно надо расстаться потому что боровой назвал россию раковые опухоли я написал в твиттере ну во первых не россии да а путинские режимы у вторых не раковые опухоли а 3 то есть к и конечно что путинщина это именно 3 гранера клок причем застарелый но легко излечимых на нелегко но излечимый застарелый но излечим поэтому давайте расстанемся с 3 первым и со всеми остальными нехорошими делами но нужно понимать что это не рак что это запугивание такой что у нас такие там везде не пустили метастаз у на них и сталина по себя с гитлерами играют вообще артистами ничтожество так чем у нас еще ну по новостям тогда по 1 да давайте сразу новостям сегодня мы в укороченном режиме скажем так но мы приняли общем-то решение что лучше уж так чем вообще не выходить в эфир поэтому это у них уже традиционно да это стало традицией обратите внимание на массовых мероприятий в европе самим кого-то шарашит молния причем опять скажу что от вячеслав мальцев там чернокнижник шаман вы вчера вечером мы с вами ехали в машине и вы рассказывали историю сначала мы там про одну женщину который ударил ударила молния потом вы рассказывали тоже историю да даже остановку мы проезжали возле которой ударила молния и сегодня открываем новости там новость первая же про молнию в германии как тесла управляешь молнии кто управляет к этому пути представляете сочи опять эвакуировали всех потому что сошли какие-то селевые потоки и так далее все затопило ну потому что миллиард который выкинули на ливневки ушел каким-то друзьям там рутенбергом или кому я уж там не знаю замки их не держал факт то что ливневок там нет если кто там был видели замечательную такую картину на бетон положенные решетки то есть нет ни трубы ничего просто бетон приделан зачем тогда решетки общину дорогие решетки потом доделают как сделают канализацию поди к смех смехом а сочи затапливает каждый вот каждый год уже происходит житель старополе из-за ревности подорвал себя и и жену гранаты вас почему-то очень тихо слышно то есть у меня был говорить громче все все очень я буду говорить громче это не проблем уже сяду до вставали произошел тот случай который уже происходит каждый день где-нибудь но в россии я не виду опять кто-то кого-то шлепнул гранаты еще и себя то есть такие вот развлекалочки с гранатой это уже классическая такая русская традиция я думаю что на путинском гербе они там что-то с гербом выдумывают да надо еще гранату такой без чеки изобразить это вот путинский режим от граната без чеки то есть рванет сто процентов когда мы не хотя тоже не по что рванет потому что может и не рвануть что-то у тебя вид грустный плохой звук да непривычно как там и так это в одиночестве глазам сразу да да нет нормально всех на моему слава богу подростка туда током на мосту в рязани погиб ну то о чем мы говорим постоянно сейчас происходит на железной дороге вот эти мосты контактная сеть причиной пожара в доме престарелых под первыми назвали курение постояльцев много курит пенсионер да значит там ситуация какая во первых первыми то есть само уже в себе там необходимо как то очень внимательно пожарным делам относиться да там хромая лошадь какие-то страшные человеческие жертвы и идут дом престарелых которые находятся почему-то не в доме престарелых а в частном доме и частный дом этот барак вот такой вот писать такой деревянный барак вам не скажешь что он сгорел уже но лучше был сильно лучше когда не сгорел что либо вот посмотрите на это нечто это дом престарелых представляете как как замечательно то есть люди живут вот сгорел два шлака погибли насколько я понимаю и я сразу вспоминаю когда по бараке говорят такую запись как у меня это отморозка сумасшедшего совершенно и многовца хочется напомнить америке что имя владимир означает владеть миром а барак это одноэтажная временная постройка с удобствами на улице слышу вот вот барак вот эта терня барак где наши старики живут а владимир это упыль блять упыль натуральный который высосал всю россию бараками нравится обама барак обама виноват что старики сгорели деревянным дом причем я так понимаю там один из двух из этих домов один из двух даже не был в общем-то зарегистрирован в качестве вообще должны были в другом жить жили в этом кого-то там оштрафовали кого-то кого штрафовали там все сидеть должны же как белки или висит в фармале в татарстане возбуждено дело после гибели четырех человек в квартире значит ужасный совершенно история но она показывает стандартный опять пригласили кого-то домой оказался алкоголик наркоман всех перерезал всем пришел только что был таких несколько историй двух человек живьем попытались сжечь в москве я не знаю что там я думаю что может быть ревность опять тоже молодая пара гулял на них вылили банку бензин и подожгли какие-то кошмарные ожоги получили 90 процентов тела и сорок пять процентов вставляешь устрашно что посмотрим чем закончится на этого что ну не будет проблем в том чтобы найти кто это сделал такое почти очевидное преступление когда менты очень долго ищут меня это очень сильно удивляет плеснувшую кислоту ищу ему искать то вообще два дня работы при нормальной оперативной поддержки но не поспишь ночью через день уже все ясно все знает калининграде зарезал двоих сыновей покончил с собой жуткая ситуация жестоким образом отец убил двух сыновей причем не сразу вместе одного как у поехал в другом месте убил другого как говорят на самом деле потом значит ну это версия следствия как что был на самом деле хотя может быть такие вещи сейчас и должны происходить конечно доведены до до крайней точки кипения уже мозг уже закипел у людей саратовца подозревать в том что он зарубил жену тупором ну это вообще классический вариант вот ты знаешь тогда такие вещи читаешь думаешь надо же как-то и старые времена такие вспоминается когда в основном убийство были вот ну набухались там кто-то кому денег не дал она ему или он ей что-то лишнее взял она его нажал миллионы и это пару стандартной ситуации такая но надо отметить что сейчас либо это очень редко случается либо это какой-то уже модульное не только это ну к этому и вот это и вот это и там целый целый букет целый набор вора вынесли из ангельской котельной трубы отопление двери разобрали всю вынесли все трубы все 104 тысячи написали что они металла на 104 тысячи я думаю гораздо меньше и конечно суммы там после воров еще кто-нибудь что-нибудь вынес так что мы классикому говорю сейчас будут вообще все уносить снимать и так и далее потому что денег ни у кого нет если люди занимались каким-то более-менее приличным бизнесом он закончился сейчас будут заниматься криминальным и как правило друг у друга воровать я думаю там все было еще более прозаично там какие-нибудь местные алкоголики украли трубу а все остальное растащили на металл в общем-то владелец этой котельной а потом вызвали полиции сказали смотрите всю котельную вынесли конечно обычная картина как я помню у меня товарищ по детству в одной школе учились кстати хороший парень был все ну вот как-то папа у него был слишком строгий немножко надо ушибленный как-то не по той дороге направил причем таким жестоким таким путем то есть нормальный был правильный вот он в результате и вот тут недалеко от нас был коктейль бар и они туда зашли с кузей там садим сереже вызвали зашли с кузей выпили парень а пришли дверь открыта но идут мимо ночь дверь открыта они заходят а подпить и смотрит ну ты чё такой забили они наливают быстрее начали там принимать тут приезжать менты их сами принимают и значит украли они там не какую-то безумную сумму как потом оказалось там написали там что-то каких коньяков чуть ли не телегу вывезли мелочи 14 рублей предстоит там не был ничего не зашли выпили и их там же на месте приняли их обоих посадили все так они часовых живых нет а если бы этого не случилось я думаю что может быть все нормально в жизни был полиция возбудил уголовное дело после погони за чайкой чайку это не тот который генеральный прокурор вы будете смеяться но она тоже чайка там все чайки в генеральной прокуратуре там все чайки машины чайки генеральный прокурор но гоняли за какой-то чайкой поймали каких-то двоих человек потом выяснилось что они угонщики ну то есть какая-то фигня причем там какая-то жуткая история что их хотели уже задерживать но они что-то всех остановили проверили у них документы они дыхнули в трубку а потом сбежали на этой машине то есть это какая-то прям этот угнать за 60 секунд документы все было нормально смотрят бухие думают надо их ловить а потом оказались они угонщиками как там они до черта глаза твои знакомы помнишь про жопу воробей не спрячешь всегда понятно а вот еще один воробей следующая новость по подобного воробья саратовский губернатор на сабантуи тянул канат я сразу вспоминаю крохина все штурмуют да вот сразу вспоминаю крохина который про сабантуи всегда всегда ездил на все сабантуи и очень радовался отчет у нас смотри оранжевый стал появляться это но это может задержка из-за интернета и самым больше всего его нравилась игра который называл называется по-татарски ему нирка то есть это надо с ложкой во рту и с яйцом и мы как яйцо с яйцом бегать и он говорил что это игра 2 2 по интеллектуальности после перетягивания каната вот представляешь похоже у рода его не хватает интеллекта чтобы играть дырку у меня только на канат хватает интеллекта все перетягивать студенты элитных вузов москвы задержаны за стрельбой из калашников в воздух а в прошлом году он приехал там фотографии погуглить я сейчас не взял времени не было у него штаны они так по грудь написал там что ремень на шее на как у никита сергеевича до пишу студенты еще там стреляли этих студентов половили ну в общем развлекались а как а как же без этого в москве погиб выбросившийся из окна поликлиники пенсионер тут странная история и это значит я бы раньше даже не волновался не то что не волновался не сомневался бы что пенсионер выправлен сам вот после того как в больнице забили ни одного человека уже целую кучу людей да там и в ростове и где там еще этот вот только что судили мне воронишь тем после на сиделка которая жестоко истязала ветерана избивал его ну какая-то граждан узбекистан большая большое счастье что она не отрезала ему голову не бегала с этой головой пенсионеры я не шутку говорит я говорю чем у людей в голове им только что по телевизору показали эту дуру с отрезанный головой ребенка они берут такую же дуру и станет своему родителю в качестве сиделки чем не в голове они ковы на этом копейку геморроз получит на рубль я не понимаю честно вот меня можно сколько угодно в национализме обвинять ну ну логика то вот где у человека вообще ну только что ему показали потери если там киселю можно не верить то есть вот этому факту как не верить это реальный по причем там довели этого пенсионера уже до предсмертного состояния он ничего не видит уже с трудом передвигается кушать не может то есть в общем то в полном изнемождении да и есть такой слух опять же повторю слух что задержали то эту кого там узбечку да и для миссимба вот и вот и и задержали то в чехове а происходило все это дело знаете где саратове есть такой слух опять-таки я пока если у нас будет более подробная информация то мы об этом скажем но сегодня появлялась такая информация до сорока пяти килограмм похудела чужие родственники то не видели что удел или как они так ну а кто-то занимается какая-то миссимба там занимает не сильно югил миссию уж как вы россиянка и итальянец найдены мертвыми на яхте в испании как отравление причина смерти определяет как насильственные то есть им вход в порт не давали потому что места не было а потом когда дали оказалось уже все погранслужба украина подтвердила задержание перевозившего оружие француза интересную ситуацию вообще вот так называется в туру со своим самоваром француз мы так понимаю что эти французы какой-то гражданин франции но понятно что это был исламист который хотел нам привести 100 килограмм взрывчатки гранатометы детонаторы автоматы калашникову для того чтобы на евровидении устроить шухер я не думаю что там где он это купил это стоит дешевле чем на украине и потому что он привез деньги и купил бы все это гораздо дешевле еще бы сэкономил без всякого риска не перевозя не через какие границы вот тоже интересные какие такие вещи там сейчас уже море вообще сколько хочешь нужно там одним местом жевать до 100 килограмм взрывчатки за за год фактически за год до этого евровидения более тысячи погибших украинских военных до лета в преддверии евро 2016 до европейского чемпионата извиняюсь евро 2016 хотя кто и знает тут разные информации разные может быть и то и другое на может быть и что-то совершенно другого поможет и совершил более тысячи погибших украинских военных в донбассе не боевые потери да матерс военный прокурор украины выступил сказал что более тысячи человек не боевых потерь и 3000 значит раненых тоже не боевые потери да ну классический вариант всегда когда идут боевые действия при этом случаются несчастные случаи самое большое количество людей погибают на гранатах знаешь когда когда входит в туалет это не дано когда только атакует и кидают наступательные гранаты они выкидывают из окопа оборонительные не тогда когда ходит в туалет тогда погибает от гранат самое большое количество потому что вот так многие другие вещи которые нужно иметь ввиду и опытные военные это знают и могут в своих подразделениях или даже в своих соединениях если очень серьезный офицер они могут снять проблему до минимум да совсем до нуля нельзя это снять обязательно кто-то сдавал назад на каком-то зеле кого-то переехал кто-то там вот вером кого-то раздавил кому-то руки отторвало бмп-шной дверью вот этой который там скрывается это уже классики вообще никак не уберешь но можно на вспоминается история одного нашего саратовского бойца который служил в течне и который побежал соседнее село за водкой а когда вернулся у всех его сослуживцев были абсолютно белые лица и когда он спросил что случилось они ему объяснили что он бежал по минному полю причем про противопехотному минному полю вот и потом когда там разминировали это минное поле то есть она там шарашивал через каждые 10 метров а он бежал прям по по минам фактически и ни одна из них не взорвалась то есть вот я не знаю там миллион раз еще повтори 100 процентов она взорвется там хоть одна а вот он пробежал так что не взорвалась когда я охранял границу на участке своей границы случайно передвигаюсь на транспорте на дороге нашел два этого моряка форме на одежде это рассказал я в эфире рассказывал вы нам рассказали нашел моряка зима холод жуткий совершенно но были сразу раз ему туда руку в живот засуну там тепло то есть свою пробу живую пытаюсь его в себя привести но от него запах стойки алкоголя ну как засунул привез его на заставу уже все изменил вашего движения но такое дело и потом вдруг выяснилось что там где-то моряки поставили какую-то свою будку оставили двух дуриков они упили и вот одного из них мы нашли им пытаемся его в себя привести какой-то моряк прибежал еще там и пытаемся в себя привести а разведчик наш приехал по морде его хлопает 2 ты где 2 а уговорить что там не понять не может ничего говорить причем он начал еще до того как его спрашивать это а у нас не чипяты еще какой чипяты а то есть он хотел нам объяснить что по поводу 2 не зачем волноваться у бабы какой-то ли где-то он там в тепле валяется чего тут гонки таки устраивать поэтому и то есть если я не следовал этим маршрутом то буду минус моряк потому что до утра он точно не продержался сергей аксенов приравнял критику власти к антигосударственной деятельности звучит как похвала да вроде как если гоблин приравнял да то нам все все так быстрее критиковать власть потому что ну как-то надо же приобщиться к этому хорошим хорошему да ничего хорошего то он не может посоветовать так все ну что плохого учить казахстане уничтожили четырех участников серии нападений в октябре в актюбинске по нашему в актюбинске и я так понимаю что 10 трупов уже вот дают дают разные сними получил странную совершенно ситуация вчера да то есть напали вчера не вчера вчера вот напали на два оружия магазина захватили оружие убили людей вы выбили грузовиков ворота войсковую часть а войску часть приехали там устроили перестрел там что-то захватили нормальный побесчинствовали просто и тут вот они там подготовлены были слабо я не знаю как они были слабо подготовлены но разнесли они толпу и парах и все поставили на уши высказывают предположение что это молодых людей которые исламисты отправили чтобы пощупать навшимость до режим пощупали и не знаю какие выводы они сделают но мы должны четко себе представить где произошло 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 в западном казахстане произошло по мне не знаю пешком дайте можно до орска до оренбургской области два шага да то есть это не там где-то я не знаю на озере жила наш культа непосредственно вот здесь на двух шагах поэтому это очень интересная тема те люди которые сейчас проживают русский в северном казахстане нужен делать выводы какие-то определенные потому что понятно что этим не закончится мы говорили только что мне опять написали что там чернокнижных вот угадутов что мы говорим про это что казахстане сейчас начнется вот началось на самом деле это же этим не закончится будет продолжение и какое решение люди проживающие в казахстане сейчас примут особенно в северном областях но я на этом месте принял решение так создавать отряд самообороны национальной владею а чуждо режим долго не продерживается эту карьеру сам старый там смотрите кто власти находится во мне на путина если рассчитывает то там жертв будет уже не 10 тысяч и как раз вот эти путинский вообще за километр сразу надо хватать и колоть и все зимдан близко никого пускать нельзя прокурор попросил суд приговорить павленского к штрафу в полторы тысячи в полторы миллиона рублей за поджог двери фсб странную совершенно ситуации конечно павленский молодец прекрасный художник акционист и у них была реальная возможность посадить ему в тюрьму и на дом они предлагают прокурор требует штраф полтора миллиона рублей ну полтора миллиона павленского мы соберем я думаю проблем не будет никаких ну вопрос то о чем мы понимаем что павленский следует сам уже все и прокурор понимает и судья который будет принимать решение тоже понимают и те люди которые командуют судье такой приговор потому что это вряд ли судья будет писать сам привезут приговор они тоже понимают и вот тогда возникать вопрос зачем они это делают минобороны рф опровергла слухи о сбитом самолете вкс рф сирии на предплате чернокнижник виноват только что я сказал что будет сбит самолет ну похоже не не российский сбил самолета сирийский другая что соблюдали российский сирийский самолет сбили его сто процентов там вот может быть это отказ да это не самолет вкс это это вообще был и самолет или его не было ну конечно будет ну что там шутники в агентстве рейтерс сидят или каких-то других или какие-то фотографии распространяют они может не фальшивые даже нет все все там на самом деле я думал что самолет сбили думал что самолет наверно все-таки ваша раса на потому что путинцы навряд ли туда полезли знаю что там лишь шайтан трубы не поджидает на пинок ну то есть это сто процентов минус самолетов это сто процентов груз 200 еще один герой россии по смертному в алеппо курдские ополченцы оставили обороняемой позиции отступили вот эти видишь исламисты разбитые на голову и убежденные помнишь как его как покойнички стреляют они не могут стрелять они покойники вас есть видеть пропеть как покойнички стреляют ну что бывает стреляет покойнички в данном случае прям все очень четко еще не факт что эту полив не отмолили назад а то галдукину потом придет снова туда приезжать концерт давать второй раз эрдоган назвал женщин не имеющих детей неполноценными сломись такой классический классический сломись не но по сути вот сейчас многие возмущаются да и в россии в том числе но не многие но некоторые возмущаются по поводу этой фразы я хочу напомнить и это очень легко проверить в любом учебнике истории которые даже школах у нас сейчас преподают что в россии буквально до 19 века мужчин не называли мужчинами пока у них не будет собственно сына то есть даже 40-летний там 50-летний называли там ну как-то по-другому там либо дядька либо мальчик даже то есть 35-летний мальчик это было нормально молодой человек да то есть мужчинами их не называли то есть принципе если с такой точки зрения смотреть на фразу эрдоган то она вполне все правильно говорит с точки зрения того что действительно женщина он он тейнул в виду что если она меняет не то что она не может родить ребенка меняет работу детей на работу да то есть мне надо работать делать карьеру так далее об этом говорит и он тут по сути прав но ты понимаешь если бы он говорил только правильные вещи а он говорит и вещи именно связаны одной цепочкой который называется исламизм тут вот только слепой не увидит это глухой это не услышит поэтому я его в данном случае не критикую я говорю что 0 хочу вот так как думаешь как сложить его дальнейшая судьба сложно от подумать ты знаешь я никогда не думал пока он прет он очень как как танки у него потенциал есть нам уговорили что там зреет очень серьезные силы причем это националистические турецкие силы когда они вот сейчас пришло время когда они стали понимать что он не националист он исламисты две большие разницы даже для ну ну понятно о чем мы говорим почему-то таким был националистом мужиков тюрбаных там в этих фиесках били палками при нем там женщин эти срывали хиджабы националист он не хотел что-то побеждал исламизм наоборот национализм как инструмент использует для того чтобы победил исламизм что мы видим по поводу исламизм то что он побеждает нужно смотреть в какой мере сказать возможно ближайшее время победа списка миссии и с этой победой можно только связать судьбу эрдоган потому что не есть определенная цель вот он там против этих воюет видео да не бросится друг против друга внутри воюет мы это видим это не это не то война это не идеологическая война вы понимаете не не идеологические противники это идеологические сторонники поэтому а то что они там между собой как-то решают кто там главное решать кандидат президента сша допустил возможность помилования снова да вот интересно джонсон который там получается между клиентом и между трампом он начал делать такие заявления очень интересные которые могут здорово поднять его рейтинг в определенных кругах посмотрим чем будет делать дальше странные ситуации на фоне клиентом абсолютно понятный и на фоне трампа абсолютно непонятного вот джонсон может получить очень хорошие очки и плюс он действует достаточно интересно в плане временном да то есть если про трампа мы уже год слышим там всякие его жуткие высказывания и не очень жуткие про клинтон еще больше то вот в общем-то этого кандидата наверно многие вообще сейчас впервые услышали и может быть это хорошо они раму что нашу еда если крейсерский как бы крейсерскую тактику такую применить ну или денежек средства массовой информации как-то раскрутиться там взять паровоз как кеннеди начать смотаться по стране там агитировать устраивать ведь я рок-н-рог то вполне я допускаю что до первого вторника после первого понедельника в ноябре как институции сша написано выборы после первых тонн после 1 понедельника в ноябре когда он победит победит он наберет хорошие очки ну может реально победить я говорю если сделать все правильно в данной в данной ситуации 8 ноября это первое ноября это вторник тогда можно 8 правильно поэтому стало известно причина смерти мохаммеда али сетический шок пишут 74 год человек весь изношен и постоянно в башку били поэтому но и долгосрочная болезнь которым богат огромное количество болезней паркинсона паркинсон в данном случае наверно она уж так до кучи что называется того без паркинсона целый букет поэтому хорошему конечно боксер яркий такой очень конечно чемпион очень яркий чемпион который привлекал к себе внимание всего мира то есть вот есть звезды которые может быть в ряду так сказать находится там великих давно они из этого ряда выбиваются потому что умели что себя преподнести да по всему с выкидыванием вот этой медали олимпийской с моста там какие-то там вещами что интересный человек новость о смерти актера и музыканта джека блэка оказалась шуткой для джек блэк вот этот вот и оказалось что кто-то взломал аккаунт написал что он там помер ну так пошутил в общем веселый и сам актер веселый так что ничего страшного дочь путина погибла вместе с мужем в кровавой авто катастрофе это сми пишут на там был на самом деле мы не знаем бывали там мария путина то есть так как это мы каждый год читаем нечто подобное и ну что интересно у голландских сми об этой аварии написали действительно там машину разорвало на две части это произошло 3 числа как там был на самом деле я не знаю поэтому пишут вы опять как вот глядели предупреждали о возмездии за сбитой бойки плане что пути 30 10 кто рядом включать свои близкие даже приводили пример графферти да я помню приводил пример графферти но я не думаю ну посмотрим надо больше информации но если бы это случилось реально 3 числа то есть сегодня вот шестое число мы уже знали все про это независимо от желание путина потому что западные сми уже все 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 опубликовали поэтому не знаю насколько там соответствует это действительности я думаю что не совсем соответствует венгрии прошли соревнования по скоростному витью могил я думаю путину надо устраивать очень-очень полезно хотя здесь уже на кладбищах экскаваторами вот могилы по причине того что что так надо много что уж и люди не справляются вот я хотел я только сейчас вспомнил новость хотел вам показать но потом я думаю наши читатели вернее слушатели скинут ссылку в каком-то городе от прошу прощения забыл в каком скором времени пойдет пройдет парад каторжников то есть это в российском я имею ввиду городе в смоленске что ли могу ошибаться в общем любой желающий может пройти в оковах по там центральной улице в знак что-то там солидарности с узниками кого-то каторжниками которые погибли значит там в одном из отделений чуть ли не гулага могу ошибаться прошу прощения если чуть в чем-то не прав но в том что там будет этот шествие каторжников и там мэр говорил что нужно про это не забывать и так далее а кстати хорошей идею для путинцев поход им устроить по владимирке как он описывается у гелеровского такой правильный такой с пирогами а потом помыть за ними дорогу это же классика гелеровского там не только у него многих описывал что собирали к какой-то заставу владимирки там продала у которой больные но это кстати воскресенье описаны которые больные или у которых бабки были их на телегах везли остальные пешком шли и тут со всей москвы собирался народ приносили специальный хлеб тоже пекли такой для каторжников который надо было подавать это очень считалось хорошо снять себя часть грехов вот сделать какой-то подаяние этим каторжником ночью можно прогуляться до кандалах спеть уже очень нравится песню я считаю что среди таких фольклорных уже фактически фольклор даже и не помню кто стал слова можно считать практически народная туда пока сам про чувственных мощно одеспот пирует по роскошным дворце тревогу вином заливая но грозные буквы давно на стене чертит уж рука роковая падет произвол и восстанет народ великий могучий свободный против прощайте же братья честно прошли свой доблестный путь очень красивая песня германия объявила россию соперником власти соперником на своих соперников а своим соперником да 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 соперником на самом деле соперником объявила противником объявила этому российские смыкчего соперником ну то есть я так понимаю что германии есть некой белый и концепции национальной безопасности ну то есть военные докторе иными словами вот там естественно рассматривается вероятный противник как они там не называют соперников они называли называют еще кем-то вполне ясно что это вероятный противник и тут возмутился всякий пушков там и все остальные возмутились начали кричать махать крыльями там песков сказал что что россии включились числа партнеров это беспокойность и сожаление вызывать и так далее пушков чуть сказал что легли под этого подобного опять от барака опять я напоминаю что путинская рэпе является потенциальным противником и германии и англии и сша и украины и россии и всего человечества так что кто кто-то и думает иначе он дурак тогда всему человечеству угрожает эрефия путинская путины путинский режим выражает тем что можно нажать на красную кнопку любой любая сторона мира должна воспринимать это как основную угрозу основном даже никак не вяжется какая-то там была туда там сидят на берегу ноги свесили море это должны бояться что бук сейчас прилетит такая на барак что будет написано если кто-то не верит в это то я советую посмотреть эфир нашего любимого жириновского который предлагает шутки ради от про значит ударить ядерным ударом по исландии и объясняет это тем что в исландии живет не так много народу и мы в нем по ним ударим ядерные ракеты чтобы показать миру свой ядерный потенциал то есть даже исландия которая вообще никаким образом реакция людей в исландии я офигел государстве народной демократии сидят там что-то между собой чирикует неспешно опять мне сейчас скажут ты сам все противоречишь вижу путин что такая опасная там это рад достать не рад это либо подчеркивать даже записал три путинщины мира путинщины 3дов застарелый но излечены но он понимает что от застарелого трипера из нее лечить умирает тоже умирает и вот весь мир может от этого трипера сейчас сдохнуть китай поймал газпром на вранье да очень сильно какой-то ван и лень удивился это глава китайской корпорации государственной вот этой газовый он очень сильно удивился что оказывается по планируется полтайскому газопроводу подавать газ и что прошли оказывается переговоры и акцены договорились обо всем он был потрясен потому что он об этом ничего не знает ни с ним то что не договаривались а так как он является государственной корпорации и стороной во всех таких переговорах значит миллер договорился сам с собой удивительно совершенно несколько неудивительно представляешь врук прям в цвет и ничего никого не боятся наш главный тамплиер любитель крестовых походов открыто приравнял храм к банку да вот он сказал чтобы прям вот судьбу храма по мнению некоторых представителей украинской власти должны решать все для того чтобы стало очевидным не правомерность а в каком-то смысле просто глупость этого предложения давайте представим что судьбу банка решают все не учредители а все кто живет на этом месте представляешь какой ужас это у человек говорит он его бы вот взять вот этому тупольеру как ты его назвал гундяеву и прочитать ба я уверен что он читал на химовом читает помнишь зачем там евреев топили в днепре за то что человек который прибыл из-за днепра сказал что взяли не за днепра сверховья естественно что взяли церкви православные и отдали в аренду евреев помнить из-за это они стали убивать потому что те значит решали вопросы как учредители то есть являясь учениками то о чем сейчас говорят нельзя и представляешь слышь гундяк так не потопили за это ты там аккуратнее такие вещи но я сейчас люди более такие страны в день имени 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 какие-то резкие до всякой нужны кудрин заявил что новая стратегия развития будет подготовлена к лету семнадцатого до души не торопился куда 5 11 17 года совсем чуть-чуть и останется да там сколько останется несколько месяцев стоит не стоит не оставить там и не торопись уже че там загоняться мвд и следственный комитет будут бороться с нарушениями на выборах заявила панфилова это учил человек это это просто отрасль берет я сразу вспоминаю как я захожу там стоит мент и очередь карусельщиков строится я менту главе подойдите пожалуйста вот видите вот у них большинный бюллетень более того в углу в левом галочка и они все заместителю председателя этой комиссии избирательный год и хочет видите вот миллион стоит а ко всем остальным нет никого знаете почему потому что карусель называется вот пожалуйста он неуполномочен и она говорит что они будут бороться с нарушением создана какая-то комиссия ставишь кого они будут рисовать непонятно кого не ядро стоишь хотя я не думаю не знаю что там вячеслав придумал понятно мы еще год назад говорили что он придумал катапультировать медведя минуты видео а уж как он это будет делать понятно что единая россия не должна много набрать она должна много набрать за счет одномандатников там за счет того что это пропорциональная система то есть и не учтенные все эти голоса которые за партии которые не набрали они вы этот барьер 5 процентный до 5 процентный не преодолели вот и голоса туда падут и так далее к этой партии чтобы ну а фактически будет там с небольшим процентом каких-то только они на вы там сколько они могут ну 6 миллионов 10 они могут согнать своих людей ну еще могут покрутить карусели какие все равно не знаю посмотрим но вот вы вспомнили пример в саратове я хочу передать привет нашему зрителю майору полиции сергею не буду фамилию называть но я думаю понял о чем речь идет он на самом деле совершенно честно в прошлом году боролся с фальсификации выборов на полном серьезе и с тех пор начал нас смотреть и в общем то я знаю что практически ни один эфир не пропускает он не из саратова в общем то город тоже называть не буду но вот спасибо таким людям которые действительно я знаю что у него после этих выборов были некоторые проблемы на работе его в итоге не уволили но он действительно на одном узбирательном участке действительно на полном серьезе боролся с фальсификаторами спасибо ему спасибо но у нас время заканчивается фотография которая пошла все сми я чуть ее не показал как раз авария в голландии вот там видео есть и вот еще китай сделали такой стеклянный мост хотя высоты особо сильно не боюсь было бы странно будучи пилотом если вы боялись высоты не бояться но на стеклянном мосту я точно не знаю как хотя ну я там не было подойти посмотреть да иногда кажется что что это очень странно значит классно очень красиво очень красиво но не думаю что это безопасно потому что если умудряются даже какие-то бронестекол пробить наш лак все сможет решить это вот поверьте приедут русские туристы будут там бухать кто-то уронит бутылку а дальше уж я не знаю то ли начнут все бутылки бить об этом моста или еще очень неприятная ситуация поэтому наши мосты российский намного опаснее чем ну давайте сделаем так чтобы наши мосты были безопасными я думаю что это будет тогда когда волос его ходу и все и выгонит значит спасибо что вы нас смотрите напоминаю что значит вы подписывались на канал арт-подготовка завтра я выйду в эфир также в 21 час стараюсь в общем-то выйти в эфир ничего не меняется потому что я спрашиваю насчет завтрашнего дня какие планы завтра я буду на эфир так что буду с вами ну и если кто не в курсе то Вячеслав Вячеславович завтра день рождения но нет я поздравлять не буду но напоминаю